Мне хотелось бы начать, может быть, с самой большой проблемой. Все-таки, чтобы государство обратило внимание на театральные вузы и хотя бы построило им здание, для того, чтобы они могли нормально учиться, как нормальные люди в нормальном учебном заведении. Чтобы у них была возможность не только репетировать где-то в разваленных практически аудиториях, но чтобы у них был нормальный учебный театр, помимо этого у них была техника для того, чтобы научиться снимать кино. Мало того, у них должна быть возможность научиться за время учебы в театральном вузе существовать перед камерой, научиться понимать, что ты выдаешь в этот момент вот этому глазу объектива, который находится рядом с тобой или далеко от тебя. Вот этому всему нужны плейбейки, нужны камеры, нужны люди, нужна техника и так далее. Потому что очень сложно. Человек приходит на встречу с кинорежиссером, например, или продюсером, становится первый раз перед камерой, его просят что-то сыграть, а он на самом деле не знает про этот механизм ничего. И он может, будучи офигенно одаренным человеком, сыграть так, что его многие годы не будут приглашать. И наоборот, может обмануть всех, будучи не очень одаренным. И, конечно, очень хочется, чтобы вуз, университет, например, театральный, не так заботил момент платных обучений и добывания денег, как все-таки брать на учебу людей, хотя бы в перспективе у них была возможность устроиться на работу. Мало того, мне кажется, что если государство, университет, скажем так, позволяет себе каждый год выпускать 60 человек, например, только актеров, скажем так, ну плюс-минус, я сейчас ошибаюсь в цифре, то хоть какую-то ответственность нести за то, где эти люди потом будут работать. И холодно было, и мокро было, и нужно было как-то спасать. И чай пил с вискарем, потому что нужно было как-то согреваться на съемочной площадке. Были сцены, когда под реальным дождем мы снимали целый день. И нужно было как-то спасаться от того, чтобы не заболеть. Но одно знаю, что когда мы делали это кино, мы не знали, каков будет результат зрительский. И, конечно, были потрясены тем, что, я уже говорил сегодня в интервью, что зритель хлопал, вставал после сеанса, и люди понимали, насколько эмоционально на них это возился. Тяжело было работать, иногда болели сильно глаза, потому что это линзы. А в таких подобных линзах нельзя было более пяти часов, скажем, работать, а нужно было подольше, потому что нужно было снять. И все, было сложновато. Но, слава Богу, это не испортило мое зрение. Я плохо вижу сейчас не потому, что я снимался по двери, а потому что у меня уже много лет. Я просто, когда меня пригласили, дали почитать, я почитал и сказал, что я никакого отношения к этому не имею. Я не военный, я не был, я не знаю, как играть вообще слепого, военного. И вся эта история как-то странно выглядит для человека, который все время играет какие-то старых мачо, убийц, киллеров, миллиардеров и так далее. Поэтому играть такой... Ну, режиссер сказал, доверься, все будет хорошо. У меня был консультант, человек незрячий был, да. Но он смеялся над моими вопросами, потому что... Я ему когда рассказал про вот сюжет, про то, он долго меня слушал, потом улыбнулся и сказал, я вообще не вижу проблемы. Я говорю, как не видите проблемы? Он говорит, ну, вы же играете, будете играть слепого для зрячих? Вот, вы протянули руку вперед, вот так вот поделали впереди себя? И это уже... Ну, у нас же такая знаковость жизни, да? Вот, если человек перекричился, значит, верующий, если он рукой вот так вот поделал, значит, плохо видит. Вот, если руку приложил, значит, плохо слышит и пошло по делу. Он говорит, поэтому вам все равно постичь глубину незрячего человека будет невозможно. Ну, просто постичь это все. Потому что он говорит, я родился слепым, я... Вот, вы знаете, что такое зеленый? А я, говорит, не знаю, что такое. Я знаю слово зеленый, синий, красный. Но я же не знаю, что это такое. Никогда не узнаю. Потому что я, ну, мне трудно это... Поэтому он сказал, играйте, как вот думаете, а какие-то моменты будут сложности, там вот, например, звуковая реакция на какая-то там, или что такое вот эта вот палка в руках, как ей вот ощущать мир и что такое. Вот такие моменты, конечно, мне подсказывали. Как бежать вдоль железнодорожного полотна, чтобы не запутаться, как запоминать звуки. Радио НВН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова